Ни город, ни деревня. Мы никому не нужны здесь. Абсолютно. Семья Татьяны Пузанковой в поселке строителей живет с его основания. Более пятидесяти лет. И все это время, как говорит женщина, по центральной улице Романтиков в домах нет воды. Такую централизованную воду нам не подводит. Говорят, своими силами, своими возможностями должны это все делать. Стоимость монтажных работ, стоимость прокладки трубопровода. Он обошел соседей, соседям они отказались просто, потому что это неподъемная сумма. То есть магистральный трубопровод тянуть это очень дорого. То есть эту технику надо привлекать, рабочих и так далее. Я вот тоже пенсионерка. Почему это недорого? Очень дорого даже. Если частные секторы и все должны сами, что ли, за свои деньги это делать все. Раньше жители поселка брали воду из колодцев. Но в последние 10 лет уровень воды, как говорят местные жители, упал. Вот промышленные объекты построили с той стороны дороги. Дренаж воды прервался и вся вода ушла туда. Здесь все сухо. Нет воды здесь вообще. Пожарка приедет, бежать некуда. Будем смотреть костер и все. Вот такая ситуация у нас в деревне. Для Лидии Лебедевой данная проблема стоит еще более остро. У пенсионерки лежачая мама. И из-за отсутствия воды женщина не может должным образом за ней ухаживать. Мы ее не можем не в баню хотя бы раз помыть бы в месяц, в баню отнести. Хоть так бы, да? Невозможно. Мы так мыем ее вот на кровати. Очень это очень плохо. Помогите проложить магистраль центрального водопровода. С такой просьбой жители поселка строителей обратились к главе района Айдару Меджину на публичных слушаниях. И там они получили отрицательный ответ. По водоводу. Здесь тоже решение в рамках вашей компетенции и ответственности. То есть тех, кто... А не надо махать головой. Есть правила и все. Ни больше, ни меньше. Магистраль к ней или тех присоединениям, или тех условиями. Вот два вопроса, которые решаются всегда так. Чья же это зона ответственности? И кто по закону должен прокладывать водопровод по центральной улице Романтиков? За достоверной информацией мы обратились к третьему лицу, юристу. В содействии с действующим жилищным доказательством, действующими нормативными местного характера, это устав города и так далее, принятыми решениями из полкома, у нас на администрации не возлагается обязательство такое, именно провести водопровод по центральной улице поселка строителей. Нет такого. У нас и не можем силу требовать по закону. Как нам объяснил Дамир Вильданов, администрация города не обязана прокладывать магистраль в поселке, так как это частный сектор. И жители должны самостоятельно за счет собственных средств проводить водопровод. Однако, как говорит депутат, отчаиваться не стоит. Есть и другой выход. Второй вариант решения вопроса – это тесное взаимодействие с депутатским корпусом. Это даст возможность горожанам поднять данную проблему на сессии городского совета, где может быть принято положительное решение о прокладке водопровода в поселке строителей.